Сизгер Ахмед, Крамите, Краминзер, Кирлыкиш, начинается Кривошеев, Кривошеев Лайф. Тему сегодня, продолжаем всю ту же самую тему, говорим о наступающих выборах в Мажелис, потому что, ну, пожалуй, это одна из самых важных для каждого из нас вопросов, касающиеся нашего будущего, те, по каким законам мы будем жить, какие бюджеты будем принимать, будут как раз те самые люди, которых мы сегодня и будем выбирать. И это и на республиканском уровне, и, конечно же, на уровне региональном. Добрый вечер. Центральная избирательная комиссия Казахстана допустила к выборам в Мажелис 7 политических партий. От партии Аманат допущены 119 кандидатов, 90 из них по партийным спискам, 29 по одномандатным округам, 78 потенциальных депутатов от партии Акжол в соотношении 54 на 24. От Народной партии Казахстана 67 человек, 52 и 15. Почти вдвое меньше у партии АУ, всего 34 кандидата, из которых 25 по партийным спискам, остальные – самовыдвиженцы, то есть те самые одномандатники. Наименьшее число кандидатов у партии «Республика» всего 29, у общенациональной социал-демократической партии – 25, у казахстанской партии «Зеленых байдах» – 22. Напомню, агитационная кампания начнется 18 февраля в 18.00 после завершения регистрации и продлится до 18 марта. Мы тут спорим, допущена республика или не допущена. По-моему, допущена. И эта история весьма интересная, о которой мы, в общем-то, сегодня и поговорим. Говорить мы будем о том, кто допущен, а самое главное, по каким правилам будет идти предвыборная гонка. Готовы ли к этой самой гонке люди, которые подали себя в качестве кандидатов-депутатов, и неважно, будет этот вопрос об региональных, я имею в виду маслехатах, или же про республиканские выборы. Это дорого, мы не устоим это повторять. И вот насколько это дорого? Давайте попробуем сегодня хотя бы прикинуть, посчитать, сколько это будет стоить для партии, сколько это будет стоить для кандидатов, просто одномандатников, неважно, республиканские или маслехатные. В целом попробуем разобраться, готовы ли по-настоящему те люди, которые вдруг посчитали, что они политики, к тому, что им предстоит весьма тяжелая гонка, в первую очередь интеллектуальная, во вторую очередь это гонка мнений, а мнения, как известно, могут расходиться даже до силового сценария. Итак, добрый вечер. Сегодня у нас, кстати, в отличие от партии республики, одни представители прекрасного пола, мы так решили, что это было бы правильно, и все достаточно профессиональные. Поэтому начнем, наверное, с вас, как самого опытного из тех, кто присутствует. Как вы считаете, интеллектуально, в первую очередь, и финансово, во вторую очередь, партии готовы к началу вот этой вот предвыборной гонки? Ну, добрый вечер, Денис. Очень интересный вопрос, вы всегда в тренде. Я хотела сказать две очень важные вещи, что не всем будет партиям комфортно и удобно в плане интеллектуального и финансового обеспечения, поскольку мы уже знаем, что те партии, которые на выборах набирались выше 5%, они не оплачивают избирательный взнос, который действительно, по сегодняшним меркам, достаточно высок, 1 миллион 50 тысяч за... По одномандатникам? По одномандатникам. А по партиям? А теперь, что касается, значит, новых политических партий, которые вышли на арену, то в плане интеллектуального развития и таких трендов, они, ну, достаточно интересны. Если мы говорим, что экономическая, экологическая риторика сегодня присутствует, то республиканцы, они себе позиционируют как партия достаточно продвинутых блогеров. Поэтому в интеллектуальном... Ну, на слухе я продвину, да? Если они выбирают свои креативные технологии, продемонстрировали некоторые из них на съезде, то, естественно, мы понимаем, что для партии Аманат, Акжол, Аул, народные партии, которые всегда присутствовали в парламенте, и для них и сложно, и в то же время уже вполне узнаваемые лица. И в том числе и финансы. Ух уж эти плачущие лица нам. Ну, есть, есть. Есть такие, да? Что касается непосредственно финансовым, как я уже сказала, будет сложнее партии Байтак, Республика, потому как они не имели такой опыт, такого опыта и практики. И прогнозы сегодня всякие. По поводу того, займут ли они хотя бы нишу в 5%, это уже другой вопрос. Но то, что это острая борьба, я соглашаюсь, поскольку на 69 мест получается по 21 человеку на одно партийное место, это, конечно, огромная конкуренция. Ну, если честно, по деньгам у Республики я не сильно бы сомневался. Продадут Майбах, купят все, что нужно. Один на всех продадут, выделят кто-нибудь. Но не могу, Дин, спросить. Ну, в целом, как вы считаете? Готовы, интеллектуально. Ладно, там, про деньги пока не будем. Интеллектуально. Я вот читал, что до меня вот доходит, вот в том виде, в каком оно есть, ну, весьма посредственно у всех, включая Аманат. Аманат очередной раз обещает за деньги бюджета решить все вопросы всех подряд, так и не поняв, что они до сих пор, никакая не партия государственной власти, ну, в прямом понимании. Как? Почему нет перестройки вот этой интеллектуальной? Очень сложный вопрос в том плане, что интеллектуальность, мне кажется, такого запроса почти и нет у целевых аудиторий новых партий, да и в целом партии всех из семи. Если мы посмотрим, то не всегда нужны какие-то философские какие-то вещи, вопросы образования интересуют гражданам Казахстана. И с этой позиции, мне кажется, не всегда нужно ориентироваться. Хотелось бы, конечно, на интеллектуальные запросы этих лидеров и программ партии, но это не то. Я под интеллектом, я в данном случае имею в виду какие-то новеллы. Мы видим, в принципе, набор одних и тех же фраз, которые мы видим последние 30 лет. Причем одни и те же фразы я прям вижу у Аманата. Ну, единственное, что давайте заберем розданное нами же самими после ближайших выборов. Это как быть заложником своего же созданного образа, который существует порядка 30 лет. С этим очень сложно. И как раз-таки Аманат пытается выходить за рамки своих традиционных, скажем так, технологий, которые они используют. Хотя бы это было видно на съезде, но тем не менее это существует. Если бывший министр образования закатывает рукава, это еще ничего не делает из него Илона Маска. Я дико извиняюсь. С этим я согласна, да, поскольку какие-то моменты прям по учебникам политических коммуникаций, пиару по политическому, да, не так уж, скажем так, прогрессивно, как ожидается, возможно, после 18-го числа, как мы увидим, некоторые партии готовят, насколько я уже знаю, своего рода провокационные акции, которые мы увидим в дальнейшем. То есть мы возвращаемся к прекрасным временам черного пиара, я так понимаю. Вообще, наверное, в целом еще немного рановато говорить о том, что представит какая-либо партия. Потому что после 18-го февраля, когда закончится этап регистрации, мы узнаем. Я думаю, что при нынешней конкуренции у нас, если рассудить, у нас в отличие от предыдущих выборов, у нас имеются тут представлены уже 7 партий. Если на предыдущих выборах принимали участие только 4 партии, ОСДП отказался представлять своих кандидатов, то сейчас уже и ОСДП представил, и Республика, и Байтак. Новые партии абсолютно появились у нас на арене. Поэтому каждая партия понимает, насколько борьба будет нелегкая даже тем партиям, которые уже немало лет на политической арене. Поэтому они, я думаю, что к этим выборам должны будут уже поменять свою концепцию, уже отойти от каких-то натоптанных этих дорожек, потому что борьба предстоит очень интересная. И каждая партия сейчас, я думаю, продумывает, чем завлечь электорат. У верблюда два горба, потому что жизнь борьба, да? Я не могу не спросить вас, вы, конечно, не можете отвечать за многие вещи, но в целом, как эксперта, как члена избирательного комиссии, не могу не спросить, а вы считаете правильно вот такое скоропалительное партийное строительство, когда сидели люди в условной Чили в Алма-Ате, или там в условном поле, как их называют, партия Кофейни-Поль. Сидели они, сидели, и вдруг непонятно в какой момент, непонятно почему они решают делать партию. Или партия Байтак. Тоже, в принципе, лидер достаточно известный, но в целом тянет ли такой лидер на партию? Вот же в чем вопрос. Наверное, тут сыграло для регистрации вот этих новых появлений на политической арене новых партий, наверное, сыграло то, что у нас произошли политические реформы, и намного смягчилась процедура регистрации политических партий. Это было раньше, раньше было, возможно, очень тяжело этим молодым партиям собрать такое количество своих членов. А сейчас легко. Зашел в поль, выпил кофе и партию создал. Ну, как бы, вполне себе симпатично. Я почему вам задаю этот вопрос? Потому что очень многих интересует, во многих странах есть порог. Ну, то есть, ты, если организуешь партию, в ближайших выборах ты участвовать не можешь. По-моему, так, да, этот порог звучит? Я же правильно говорю? Ну, есть и другая практика. Если же партия не набирала, допустим, 7%, то ее уже никогда не допустят выбором. Это есть практика в Нидерландах и так далее, и так далее. И это вполне законодательно прописано. Вот я здесь хотела коллегу добавить, и все-таки сегодня опросы журналистов и социологические опросы, будем так говорить, на улице. Задавался вопрос, кого вы видите в качестве мажелесмена. И нужно сказать, что не столько на интеллектуальные кадры запрос, сколько на профессионалов. И вот это сегодня будет главной повесткой дня. Это раз. А во-вторых, вы посмотрите, как выстраиваются политические партии, меняется лазунговый ряд. И, конечно, вы сегодня очень правильно сказали, что черный пиар, он сегодня заработает. И он не столько заработает среди партийцев, или же среди партий, сколько они на одномандатников и самовыдвиженцев. Да, хотел поговорить об одномандатниках. У нас длинный разговор по этому поводу. Во всяком случае, в рамках программы, которая есть. Наверное, сначала с вами. Это дорого, безусловно. Выдвигаться на одномандатный округ, это дорого. Это объясняет, кстати, и фонд избирательный, который оценивается в 75 миллионов, по-моему, да, Тенге? Максимально избирательный фонд, который может собрать депутат. Совокупность. Есть уже прецеденты в Астане, ну, как в столичном округе отказов от самовыдвижения или выдвижения как такового. По вашим ощущениям, все ли из 126 человек, которые двигаются по Астане, вообще могут заплатить этот самый миллион? Хотя бы миллион. Я пока еще не говорю про фонд, который будем пытаться оценить. Да, вопрос очень такой животрепещущий, я скажу, для тех выдвиженцев, которые сейчас уже прошли процедуру соответствия. Уже предстоит 18 числа завершается процедура регистрации. А у нас прошли регистрацию только половина из этого списка, которая по первому округу 63, по второму округу 63 кандидата. Это самая высокая выдвигаемость по всей республике. И сейчас уже, да, вы правильно подметили, есть заявление от самих же выдвиженцев, уже пишут самоотвод. Ну, это единичные случаи такие, но тех, кто уже оплатил кандидатский взнос, довольно-таки достаточно много. Но миллионы-то на самом деле не такие большие деньги. Миллион 50 тысяч, у нас из 126 кандидатов уже половина списка уже оплатили. Миллион 60 тысяч 500 тенге, на самом деле, потому что учитывать еще один процент пошлина, который сыграет Народный банк. Остальные, кстати, банки не принимают, насколько мне известно. Некоторая часть наших выдвиженцев, которые прошли процедуру соответствия, в какой-то выжидательной позиции, пока еще с кандидатским взносом, внесением кандидатского взноса еще не торопятся. Ну, до 18 числа уже будет ясно, кто уже пойдет после 18 на финишную бюджет. Миллион всегда миллион. Давайте, Дин, с вами попробуем. Вы там в поле отработали, еще сколько отработаете в ближайшее время. Давайте попробуем посчитать, сколько минимальный порог, ну и вам тоже этот вопрос, сколько минимальный порог для кандидатов в депутаты, чтобы его хотя бы заметили. Не просто для того, чтобы там можно было внукам рассказать, что я был в списке кандидатов, а по-настоящему начать бороться. Вот по вашим оценкам, какая сумма должна быть у кандидата? Все зависит... По одномандатникам. По одномандатникам. Смотрите, вне зависимости от того, одномандатник, либо партия выдвигает, структура штаба должна состоять, по крайней мере, из трех составляющих. Это пиар, группа, которая занимается как раз-таки продвижением, работой с имиджем. Футболка с пиджаком подходит, нет, джинсы можно, либо это брюки, какой цвет. Как вы стали мне отвечать прямо. Спасибо. Ну, в процессе, это практически чисто опыт, простите. Пиар-продвижение, то есть это имидж и продвижение в социальных сетях, и работа непосредственно с ТВ. СММщики. СММщики, да. Очень важен контент, очень важно здесь, какого рода специалисты будут работать. Второй пункт, это работа как раз-таки на полях, такие, скажем так, координаторы и непосредственно агитационная команда, которая должна быть. И последний, вот это вообще тренд последнего времени, да, это пункт работы с политехнологами, с политологами, социологами, аналитиками своего рода. И нужно сказать, что первые, все три, наверное, все три группы, они очень важны и они очень дорого стоят. Есть компании, которые предлагают изначально, скажем так, компанию под ключ, весь процесс. Я бы не доверял таким компаниям. Да, это очень рискованно, в том плане, что зачастую приходят пиарщики, просто пиарщики из маркетинга, либо с телевидения, но не имеющие… Да, просто я как раз-таки проводила анализ пиар-организации на рынке. Процентов 90 – это как раз маркетинговые организации. И что касается, здесь момент еще политехнологов. Если вы берете политехнолога местного, ценник, ну, скажем так, очень символически довольно-таки по сравнению с таким наплывом политехнологов из России, из Украины последние полтора года. Там, конечно, ценники… Сколько сейчас? Ну, где-то минимально 20 миллионов. Это только на политехнологах. Ну, это да, это средний порядок цифр, я согласен с вами. Вы как думаете? Ну, я думаю, что по те, которые одномандатники выдвинулись от политических партий, проблем не будет. Они работают в штабе с той же политической партией. Однако у нас проблема одномандатников, вернее, одномандатников, которые выдвинулись от общественных объединений и самовыдвиженцев. Если говорить о предполагаемых процентах, чтобы можно о себе было заявить, ну, давайте вспомним президентские выборы, 2%, и эти дамы стали известными. И, как ни странно, это, наверное, нормально, одна из них уже возглавляет список ООЭЛ. Поэтому у многих разные интересы. И довольно-таки бывают и меркантильные интересы. И коллега, наверное, тоже это подтвердит. Но, с другой стороны, политические амбиции, особенно у молодежи, попробовать, испытать и так далее. Я вот вчера была приятно удивлена, что наш магистрант, который защищался по политтехнологиям, он как раз и стал кандидатом в маслехаты города Астаны. То есть вот этот уже опыт, который наработал, и я хочу сказать, что здесь, конечно, коллеги очень правы в том плане, что этому, к сожалению, не обучают. И мы только от выборов к выборам, к коллекторальных компаниях самых таких эксклюзивных мы переходим. Но дефицит политтехнологов и подготовленность, электоральная культура самих выдвиженцев сегодня оставляет желать лучше. Ну, начнем с того, что последние 25 лет мы вообще не участвовали в выборах. Политехнологи у нас работали только, ну, в случаях их получается всего 5. А у нас по списку сколько человек по одномандатам? 609. 609. Даже если мы скажем, что 300 отвалилось, 300 осталось, и должно быть как минимум 300 специалистов. Ну, хотя бы 150, которые бы вели, вели бы... Я открою тайну, некоторые политехнологи ведут до 10 компаний параллельно. Ну, поделите хотя бы 30. У нас что, 30 политтехнологов в стране есть? Ну, есть люди, которые не имеют никакого образования и опытов в этой сфере, но называют себя политологами или политтехнологами. Ну, тут, знаете... Очень дерзко. Тут как повезет. Согласна. Если выиграл политтехнолог, ну, не выиграл и не выиграл, потому что таксист. Просто есть нюансы. Есть нюансы учета, скажем так, менталитета местного, и все зависит от региона, к примеру. Если работать по республике, это один, скажем так, набор методик, методов работы с населением, да. Если мы посмотрим на какой-то определенный регион, будь то там какая-то область, да, либо город, то мы увидим совсем другую, может быть, картину, отличную от республиканской. Ну, да, толкать партию, это не то же самое, что толкать одномандатника. То есть партия, это все-таки монолитная история, более аморфная, чем конкретный человек, который выходит один на один. Да, и там головных болей особо не возникнет. А вот одномандатники, и даже более того, одномандатники же сейчас разделятся, те, которые выдвинуты политическими партиями, и те, которые общественными объединениями и самовыдвиженцами. Мы сегодня говорим о проблеме именно этой категории, потому как они идут как бы в разведку сами. И я хочу сказать еще очень важную деталь, что всего пять общественных объединений выдвинули своих кандидатов, и они вправе поддерживать самовыдвиженцев. Не более 75 миллионов в любом случае. Да, но с другой стороны, почему у нас такое малое количество общественных объединений? Потому что в изменении на законодательстве прописано, что участвовать в выборах может то общественное объединение, у которого в уставе прописаны выборные амбиции, будем так говорить. А таких у нас оказалось... Всего пять. Всего пять. Ну или шесть, мы не знаем точно. И все-таки я хотел бы, Дина, если вы позволите, досчитать с вами 20 миллионов на политолога и поехали. На политтехнолога, это не чуть-чуть разные вещи. На группу политтехнологов, 20 миллионов. Дальше СММщики. Можно я объясню немного разницу между политологом, политконсультантом и политтехнологом? Вот туда, да. Тогда вот прям в камеру, а мне, мы тут все в курсе. Политолог, да, начнем с базового. Политолог – это человек, у которого есть образование в этой сфере. Это вот Наталья Павловна как раз-таки готовила, да, готовила политологов. Это, то есть обязательно должно быть политологическое образование. Что касается политконсультантов, политконсультанты рекомендуют изменить имидж, либо программу, исходя из благоприятных, скажем так, благоприятного развития обстоятельств для, как раз-таки, для человека и для, в целом, для, ну, наверное, для страны или для того или иного региона. Что касается политтехнологов. Политехнологи обычно продают те вещи, которые не нравятся населению. То есть их задача, вот, есть какой-то результат, есть какая-то цель, и нужно достичь ее. Хвост, который виляет собакой. Да. И не факт, что там нейронные сети будут, и мышцы будут существовать, но нужно сделать, чтобы хвост это двигался. Вуду тоже дергается, да? Да, да. Примерно так. Ну, хорошо, все-таки про деньги. Надо еще учесть, что законодательно предусмотрено для каждого кандидата, также для политических партий, иметь доверенных лиц. Это большая армия, это допускается на один участок, не менее трех доверенных лиц, одновременно будет находиться только один. Помимо этого, они будут себе набирать штаб, это тоже финансирование, а штаб должен быть очень серьезный при такой конкуренции. И надо продумывать, и продумывать надо, кого брать в штаб. Именно действенных людей, которые смогут вытащить эту кандидатуру. Оправдают ли они вопрос? Ох, нет людей на рынке, это я точно знаю. Сейчас пылесосят всех, сейчас всех пылесосят. Абсолютно времени очень мало. Да, некоторые могут воспользоваться даже административным ресурсом, абсолютно предоставляющим бесплатным. Почему некоторые? Я думаю, огромное количество людей ходит по рынку и говорит, что я все решил наверху, у меня все хорошо. Нет, нет, я имею в виду, вообще времени как раз таки было достаточно, потому что о том, что эти выборы будут, еще было в сентябре объявлено президентом. И поэтому о том, что эти выборы состоятся и будут, те же, кто собирался идти на эту политическую арену, они знали заранее. Поэтому времени собрать команду, продумать вот это все свое. Когда у нас в стране так делалось, я вас смотрю, у нас наверху так не делается, а вы говорите, чтобы люди... Мы признаем, с лета уже в регионах готовились к антамбодатным, так или иначе. Ну, мы не говорим вопрос специалистов. Я не буду комментировать этот вопрос. Как они готовились, мы знаем, сидели, ходили по кабинетам, пытались договориться, мастер, но тут же так не сработает. Ну, это коммуникации, GR назовем их так. Лоббизмом это назовем. Так все-таки про деньги, я хочу понять. У меня по 75 миллионов ограничений, а вы говорите 20 на политтехнологов. На СММ сколько нужно потратить? Ну, в смысле, в общем сейчас команда СММщиков будет стоить на выборы? Очень большой разброс. Очень большой, да. Ну, давайте от минимума до максимума. Ну, я не знаю, но может быть, можно и в миллион уложиться, если мы работаем с начинающими. Если вы, то вы можете продаете. А если реально что-то продать? Ну, примерно так же, как и политтехнолог. Около 20 миллионов. Это без учета самой стоимости самого посева, да? Да. Потому что 20 миллионов на посев уйдет. Посев это рекламное распространение. Да, абсолютно, работа с блогерами, да, с этого года, к примеру, были приняты поправки, согласно которым блогеры должны были, вот сегодня, да, кажется, последний день, тогда, когда они должны были разместить на своих аккаунтах, либо обратиться в ЦИК. Потому что, вот я такой-то, я блогер, я готов продавать, продвигать, скажем так. Продавать. Ну, и так. Влияние. Ваша оценка? Ну, я все-таки склонна к тому, что это дорогостоящее удовольствие, и здесь, коллегу, я полностью поддержу, что создание штабов и, собственно говоря, доверенных лиц, вот эта разветвленная сеть, она, конечно, очень привлекательна. Я вот вчера, не буду называть фамилию одного кандидата, она выступила, зарегистрировалась, и она обращается в социальных сетях, кто придет в мой штаб и предложит мне креативные технологии. То есть мы уже дошли до такой степени, почему? Потому что для того, чтобы выиграть. Поэтому, возвращаясь к тому, что 99-й, кажется, и 2004-й год, когда у нас были и одномандатники, и самовыдвиженцы, очень крепко был дефицит в политтехнологах, и они, как правило, менеджеры закупались достаточно в интересных компаниях, пиар-компаниях за рубежом. Но сейчас и денег не столько, и все-таки у нас политическая культура, профессионалы появились, но это все будет дорогое удовольствие. Ну и третья часть Моррелизонского балета, что у нас там третья была? СММщики, политтехнологи и агитаторы. Сколько здесь? Здесь все тоже очень от количества. От количества. Видите, волонтеров нельзя использовать, да? Согласно закону о волонтерской деятельности. Волонтерская деятельность, это закон о волонтерской деятельности. Волонтеры не могут поддерживать ту или иную, участвовать в акциях при поддержке. А зарегистрированные волонтеры? То есть бесплатно работать могут? Нет, согласно закону о волонтерской деятельности, любой волонтер должен иметь с собой договор с той или иной организацией, чьи интересы он продвигает. Все, понял. Итого? Итого либо ноль, либо все зависит от того, сколько человек вы хотите. Итак, реально, вот если кандидат идет, ну, предположим, хочет победить, минимальный вход, я думаю, это минимальный вход, вот даже с вами общаясь, где-то 40 миллионов, правильно? Ну, по-настоящему идет, не выдумывает, не выковыривает из носа, а реально идет заниматься большой политикой. Все еще зависит от того, какие виды технологий будут использоваться. Традиционный метод, да, ходить от дома к дому и работать непосредственно с ядерным электоратом, то есть это женщины около 40 плюс и пенсионеры, то есть, ну, по крайней мере, 55 плюс. То есть люди, которые смотрят ТВ, это одна категория. Либо это можно вообще ничего не делать, но иметь доступ к социальным сетям и каким-то образом через социальные сети, каким-то черным пиаром. Пытаться завлечь людей на выбор. Абсолютно, да. Итак, мы с вами... И заключительный вопрос. Я почему-то долго вас пытал. Как вы считаете, человек, у которого нет денег, который не может привлечь деньги, который выходит в социальные сети и говорит, помогите мне собрать на регистрационный взнос. Он вообще политик ли? Или все-таки мы... Это просто зона эксперимента, и уже через следующие пять лет мы увидим тотальное сокращение потенциальных игроков, которые будут уже понимать, что выборы это дело профессионально. Как вы думаете? Я знаете, у нас такие вот, как вы сейчас отметили, такие случаи есть. То есть человек выдвинулся, допустим, сам уже соответствие прошел, но кандидатский взнос он никак не может собрать. И через социальные сети бросает клич. Поддержите меня, собрать кандидатский взнос. Но тут однозначно сказать, что он не политик или что-то нельзя, потому что, может быть, у него потенциал вполне достаточно, но финансово он не поддержан. Тут тоже так однозначно, что он, если безденежный, он не политик, тоже не скажешь. Но фандрайзинг – это политический инструмент. Если ты им не владеешь, какой ты политик? Как ты будешь дальше продвигаться? Ну, с другой стороны, да, возникает, ему и пишут, допустим, кто сидит в его чате, ему пишут, если ты безденежный, зачем ты такой намажительный смен нужен? Или там депутат такой нужен. Был у нас один такой уже, в Сенат перешел. Да? Ну вот, ваше мнение. Ну, я еще раз повторяю, сложно будет одномандатникам, не партийцам. Сегодня я еще раз повторяю о том, что разная категория и разные формы и методы выдвижения, и, самое главное, цели у каждого разные. Может быть, кому-то будет достаточно того, что его персона пока засветилась. Но задача-то всей этой реформы заключалась в чем? Не только политические партии вовлечь в этот процесс, а институты гражданского общества. Чтобы они попробовали себя на этом политическом поле, который имеет ярко выраженную социальную окраску. И вот тогда, конечно, возможно будет и у нас изменится и алгоритм выдвижения, и участие в выборах, но это уже в последующих. Едина, ваша завершающая фактически, минута осталась? Все зависит от изначального опыта и целей конкретного кандидата. Даже тот вопрос о краудфандинговый, фандрайзинговый вопрос, это может быть в копилку пиара, новые сторонники и так далее. Это дополнительная реклама. Все как развернуть? Да, абсолютно. И суммы могут выйти далеко за 1 миллион. Давайте признаемся. Все зависит от того, какие цели действительно и какими методами будете в этом деле использоваться. Но в целом мы готовы? По ощущениям? Нет. Мы не готовы? Нет. Мы думаем, что ошибки все равно будут, и через эти ошибки нам придется пройти. Потому что эти выборы, таких выборов практически можно сказать впервые. И народ сейчас сам взбудоражен и думает, как это будет и что из этого выйдет. Это волнительное чувство и ощущение грядущих перемен. Имеется в виду для каждого из нас, особенно для тех, кто пытается прорваться в большую политику. Действительно, шанс, который дал нам по большому счету январь. Это шанс для того, чтобы изменить страну. И самое главное, научиться самому важному, чему должен научиться кандидат. А самое важное, чему он учится, это отвечать за свои обещания. А самое главное, за слова и слова, которые произносятся не только в момент агитационной кампании, но и, к сожалению, до них. Потому что копать будут на всех сильно и долго. Так что впереди нас ждут интересные времена. Многое мы узнаем о кандидатах и о людях совершенно новое и совершенно неожиданное. Здесь и в студии с нашими коллегами будем это все обсуждать. Кривошеев Лайф. Доброго вам вечера. Оставайтесь на жебег жилой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова